Друзья, всем привет! Сегодня у нас 23 декабря и я хочу пересадить немножко свою мимозу, которую мы с вами сеяли вместе 1 декабря. Стоит она у меня, как видите, под лампами. Это обычные светодиодные лампы полного спектра. Обзор на эти лампы уже есть на канале, так что можете переходить и смотреть. Лампа очень хорошая, удобная, так что обязательно посмотрите, возможно она вам тоже нужна. Моя рассада немного выделилась, так как первое время она стояла без подсветки. И сейчас я хочу ее немножко пересадить. Пересаживать я буду в этом же контейнере, пока не буду в другие емкости пикировать. Моя задача просто заглубить ее до семидольных листочков, чтобы вот такой стволик длинный у нее не торчал. Вот ей так будет тяжело развиваться, а если я ее заглублю, то она станет сразу такой крепенькой, коренастенькой. И под лампами она уже не будет тянуться, я надеюсь. Вот и будет расти таким хорошая, в общем крепкая рассада будет. Что я буду делать? Я просто возьму и подсыплю сюда грунт. Грунт я беру из-под петуньи у меня остался. Это хороший разрыхленный грунт. Я его смешивала из торфа и покупного грунта. Вот он очень легкий, рыхлый и как раз подойдет вот для таких маленьких растюшек, как моя мимоза. Конечно, они довольно-таки вытянулись, пока стояли без фитоламп. Поэтому, наверное, недолго они смогут у меня расти в этом контейнере. Но пока в любом случае пересаживать не буду. Буду надеяться, что она у меня сейчас под фитолампой не будет уже тянуться. Ну вот, то есть насыпаю сейчас вровень со стенками контейнера из земли. И таким образом у меня уровень будет нормальный для растения. Вот так вот нужно его немножечко подпереть, чтобы оно у меня росло ровно вверх. Так. Ну и, конечно, важно делать все аккуратно, потому что растения очень нежные, маленькие. И очень легко можно что-то сломать. Вот эти лопатки садовые. Они, кстати, очень удобны для работы именно с рассадой. У меня есть еще, кроме вот этой широкой, вот такая узенькая лопатка. Ей удобно вот так подкапывать. И также есть такие мини-грабельки. Так. Вот все. Ну, в принципе, это все, что вот сейчас нужно сделать. Так. Можно еще вот с этой стороны подсыпать. Как-то маловато получилось. Ну, вот так все. Выше тут уже не получится. Вот. Буду смотреть, конечно, наблюдать, как оно у меня будет развиваться. И если потребуется пикировка, то я ее распикирую. Далее я мимозу ставлю обратно под фитолампу. Ставлю вот так вот в пакетик. У меня в этом же пакетике контейнер с микрозеленью. Оно вот там подрастает у меня. Вот. Ну, и вот так вот пока немножко прикрываю пакетом, чтобы там был такой микроклимат немного влажный. Вот. Здесь же у меня под фитолампой стоит дихондра. Очень хорошо она развивается. Вот. Надеюсь, что тянуться под этой лампой не будет. Вот. Как я уже сказала, обзор на канале. Так что обязательно заходите, смотрите. Лампа мне, в принципе, понравилась. Но как будут растения под ней себя чувствовать, я буду рассказывать в процессе выращивания рассад. И пока, конечно, ничего конкретного сказать не могу. Ну что ж, делитесь в комментариях, какие растения, какую рассаду вы уже посеяли. Может быть, что-то уже пикируете. Будет интересно почитать. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok